Многие годы Кубань считалась одной из территорий с высокой распространенностью наркомании. В 2008 году краевой показатель превышал среднероссийский уровень в два раза. Благодаря государственным программам, направленным на противодействие незаконному употреблению и обороту наркотических средств, ужесточению наказания за сбыт психотропных веществ, профилактическим мероприятиям удалось стабилизировать обстановку. Сегодня Краснодарский край по уровню распространенности наркомании находится в числе регионов с низким уровнем наркотизации населения. О том, какая ситуация складывается на сегодняшний день, а также итоги работы за 2016 год, обсудили на заседании Краевой антинаркотической комиссии под председательством вице-губернатора Николая Далуды. Подробности в следующем материале выпуска. В заседании, прошедшем в режиме видеоконференции, приняли участие председатели и члены муниципальных антинаркотических комиссий, председатели советов депутатов, главы сельских поселений, представители образования, здравоохранения, культуры, молодёжи, физической культуры и спорта, атаманы, районных казачьих обществ, сотрудники правоохранительных органов. Как отметил в начале встречи Николай Далуда, на 1 января 2017 года под наблюдением врачей-психиатров-наркологов в крае состоит порядка 13 тысяч наркопотребителей. По сравнению с 2015 годом этот показатель снизился почти на 20%. Снизились масштабы незаконного оборота наркотиков на территории края. Так, преступлений, связанных с незаконным оборотом психотропных веществ в 2016 году, было совершено меньше, чем в 2015. В то же время правоохранительными органами края выявлено более 5000 лиц, совершивших преступления, и более 5500 человек, совершивших административные правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. К распространению наркотиков дилерами привлекается молодёжь. В прошлом году учащимися и студентами учебных заведений края было совершено 47 наркопреступлений. Конкретные сроки наказания за сбыт психотропных веществ получили около 2000 жителей в возрасте до 30 лет. Вице-губернатор поручил региональному Минздраву совместно с Министерством образования края усилить профилактическую работу в молодёжной среде, объяснять не только вред употребления наркотических средств, но и рассказывать о последствиях их сбыта. Николай Далуда также отметил, что ухудшают наркобстановку края до сих пор встречающиеся случаи безрецептурной продажи в аптеках лекарственных препаратов, оказывающих наркотическое воздействие. «Надо бить колокола, надо направлять документы, материалы, право жидкие органы. Такие аптеки надо закрывать. Что это? Ради наживы они обурманивают людей, они губят людей. Необходимо оперативное подключение к краю и ответственность. Ситуация с деятельностью аптечных учреждений требует ужесточения составных контролирующих органов не только в Корне и Сочи, но и в других направлении в нашем крае». Антинаркотическая работа в районах требует тесного взаимодействия органов власти и правоохранительных органов в целях оперативного реагирования на новые вызовы наркоторговцев. Общая цель остаётся неизменной – не допустить распространения наркомании на территории края. По итогам проведённого мониторинга наркоситуации, стабильно положительные результаты антинаркотической деятельности за 2016 год показал 31 район края, в том числе и Славенский. «В целом динамика положительная, поэтому так держать, по возможности улучшать показатели, общаться, если нужно, собираться. То есть комиссия должна в постоянной основе работать, а заседания мы проводим периодически с вами. Мы должны действовать и улучшать показатели». Анна Монастыренко, Александр Косицын, Александра Тимовская. Программа «События».